но друзья первые маточники этого года ставил рамку вот здесь вот 4 которые побольше маточника это уже запечатаны это крайне еще пока не запечатаны потому что чуть позже подставлял вот ну и сделал прививочку потом поговорим сосед беспощадно костя траву ну вот я установил 23 еще прививочек ну добавил сюда рамочку извините сосед извините сосед косит траву не слышно поставил ее воспиталочку вот но это прошлогодняя запись пока это одна рамка сильно это колотиться не надо вот а я я все немножко подкосил убрал немножко травку вот ну вот это вот меня воспиталка вторая появилась ну так она сокращенная немного вот как бы пробная попробовал вывести закладка была сделана 18 апреля эти матки мне пойдут вот пять штучек первых я их оставлю для тестирования как они проведут себя до осени вообще что с них еще облетится не облетится да и вот вторая воспиталочка у меня зреет вот это вот я ее начал раньше делать просто ту я постарался который вам до этого показывала сделать такую пробную для того чтобы для того чтобы знаете не хватает не хватает постоянно маток люди просят работать одной воспиталкой потом приходить на смену второй воспиталкой но еще все зависит от того на наличие пчелы под отводки под микронуклеусы вот а еще надо выполнить обязательства по продаже отводков но я говорил что уже не хочется повторяться плакаться ситуацию у меня на пасеке по крайней мере было очень тяжелая вот сейчас пасека восстанавливается вот пошли уже видите первые маточники значит пойдут отводки значит пасека пойдет в рост вот спасибо за поддержку добрыми словами кто пытался поддержать когда вот у меня пропало там 10 маток две матки от рот не вел 12 семей просто раз и все зимой зимой ну не меньше не зимой столько же вот примерно отошло отводков потерял там же тоже были слеты было то все пятое десятое вот а тут раз еще весной когда уже облет пчел прошел когда уже пчеловод надеется что у него все чики-пуки да кстати друзья объявление сделаю позвонил мне представителя с биненхаус а мы с ним поддерживаем такие контакты вот и он попросил мне просто сделать объявление что значит на майские праздники с 1 по 9 мая фирма биненхаус на улья на полные комплекты хоть корпус берете хоть полностью там 10 рамочный берете да скидка 25 процентов будет и клиентам которые заказали ну сделали заказ на 100 тысяч и больше да доставка будет бесплатно по россии вот поэтому обращайтесь биненхаус точка рус можно выйти на сайт узнать посмотреть спросить вот и вам точно расскажу ну а мне комментировать о том что улья хорошие а но очень дорогие не надо ребят потому что ну я все равно буду стараться поддерживать производителей нашей области что там там маток выводит кто попросит там кто улья делает кто там ващину делает буду стараться людям помогать мне не трудно об этом сказать кто-то скажет что да зачем да недорого это 5 10 а другой скажет слушай а мне а мне надо и вот если кому-то хотя бы в чем-то пригодится вот это вот объявление ну я я буду рад я с этого ничего не имею вот кто-то думает что я рекламирую за деньги не ребят это сто пудов нет вот ну я значит показывает рассказывать у нас похолодание было вот еще сегодня ночью будет холодно вот челки поджимались на расплоде там ну 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 весна плакаться об этом тоже нам не стоит плохое цветение было садов вот сейчас еще доцветает черешня уже почти она ничего не дает в силу вступает груша яблоня вот но тоже надеется лес главный источник нектара это лес ну и что еще хочу сказать про эль-нинию в этом году все синоптики я к нашим не обращаю на наших не обращаю потому что это вильванд вильфанд там еще там как-то они выходят говорить о погоде вам расскажут о войне расскажут о политике о байдене о клинтоне вот кто с кем спал но о погоде если скажут в самом конце то сто процентов не точно вот поэтому ссылаясь на заключение именно ученых которые занимаются погодой они отметили что у нас есть такое течение аль-нинию оно происходит болен ребят сейчас по-моему в тихом океане вот и если течение если температура этого течения поднимается значительно то лето будет очень жарким на всей планете не только в каком-то отдельном регионе вот я для себя как-то задал на большую температуру большая температура то сколько один градус ребята вот этой зимой эль-нинию прогрелся на один градус и вот этот один градус дает максимальную температуру я вот уже слышал что в начале мая в саратовской области будет плюс 35 вот ребята какой акации там можно говорить а какие а какой липи говорить если будет жара май июнь июль 40 градусов а потом придет осень какая она придет холодная дождливая никто не знает поэтому есть такое вот предположение ну я думаю что на это стоит ориентироваться как-то в своем развитии вот но об этом мы будем говорить позже потому что пока погода сегодня приемлемая но завтра будет тепло вот завтра я посмотрю проверю прием какой произошел если будет недостаточный прием я добавлю пока этого 23 маточника но процесс пойдет вот все зависит от сегодняшнего приема если пчелы готовы значит три о три компонента прямо в плосину понимаете это очень больно три компонента которые сопутствуют три компонента которые сопутствуют в хороших выводу хороших маток это первое значит сама матка чтобы хорошая была до наличие трутня так чтобы необходимо был какой-то взяток минуту а иногда бывает такой укус что аж ломить начинает голову и чуть очки не сломал себе без очков мне плохо и вот ну то есть все сопутствующие обстоятельства критерии которые для вывода маток необходимы они сейчас уже созрели да это есть устойчивые семьи воспиталки это есть наличие трутня с учетом того что созданы отцовские семьи с учетом того что прошлогодние матки уже уже есть трутень на пасеке уже половозрелый трутень я как-нибудь вам покажу как отличить половозрелого трутня от еще не половозрелого вот то есть есть какой-то взяток обязательно на воспиталке должен должна стоять кормушка ну вот и ну наличие пыльцы должно быть да вот ну и самое главное чтобы хорошая была матка хороший дала материал друзья я на этом заканчиваю коротенький обзор так что кто заказывал маток процесс пошел но с вами был сергей лакенцов и до новых встреч